А вот классный ролик я посмотрела про освобождение Клещеевки. Послушайте, ну он классный, я просто кусочек покажу. Другую святую войну, будучи подлитком. Как он служил, и его историю меня вдыхали. И вот его личный пример, с одной стороны, меня держит здесь. И мой дед, который до сих пор живет, он меня поддерживает, он молится за меня. И это одна из таких духовных поддержек для меня. И я так понимаю, я могу что-то передать так же своему племяннику, своему покрестнику, Матвію. Я и взял свой позвонок его именем, так в честь его имени. Тобто я тут добываю відвагу через страх. Если хочешь быть смелым, придется побояться. Следующее – это обязательство. Людине властево втомливаться, и тогда уже идет, знаете, втрата контроля, и, возможно, начинают доминировать какие-то чувства апатии, байдужости, втомы, зневиры и так далее. Вот. Тому мы маем в цей казан больше вливать впевненности, віри, дисциплины, прагнение этого, энтузиазма. Потому что мы не железные. Мы не ее роботи, мы так же люди. И те люди, которые мотивированы, они тоже втрачают ресурсы. Кто-то приходит в военкомат, а кто-то кого-то забирает. Вот. Часом я вот замечал, что люди, навіть, яких забирали, они приезжали сюда и, в принципе, как бы, ніби прокидалися, знаете. Вот. Оп. А часом было так, что, ніби люди прийшли в новинкомат сами, а тут, ой, не, заберите, мама, народи меня в зворотном направлении.